Тема банкротства с каждым днем становится актуальнее. На сегодняшний день Кемеровская область занимает 23 место по рейтингу регионов России по закредитованности населения в 2023 году. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет более 335 тысяч рублей. Что делать, если попал в сложную финансовую ситуацию и нет силы возможностей выплачивать кредиты? И какова реальность банкротства? Вот об этом сегодня поговорим с нашим гостем Дмитрием Степанов, региональной управляющей юридической службы Единого центра защиты в городе Кемерово. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Наши жители наслышаны о том, что такое банкротство, о том, что существует списание долгов. Но насколько это действительно действенно и как это работает? Смотрите, то есть на самом деле это очень актуальная тема. С каждым днем к нам обращается все больше и больше людей. Но все-таки далеко не все еще знают о возможности списания своих долговых обязательств. И как раз триггером для меня послужила история одного из моих клиентов. Где именно история с задолженностью закончилась очень трагически. И как раз, чтобы этого не происходило с гражданами нашей области, нашей страны, как раз я пришел поговорить об этой теме еще раз, именно на, скажем так, обывательском языке, без каких-то цитат законодательства и так далее. Почему многие боятся банкротства как такового? Вроде бы как говорят о том, что большие последствия после этого, серьезные. На самом деле, вот именно вот этот страх, вот это слово банкротство пугает очень многих. Но вообще, в принципе, чтобы понимать, закон у нас называется о несостоятельности. И вот это как раз, если говорить про физических лиц, это основное будет, что несостоятельность. Мне кажется, просто они начинают сравнивать банкротство именно с какими-то юридическими лицами. Да, когда там закрывались предприятия, возможно, там выемка документов, продажа имущества и так далее. А все это абсолютно далеко от списания долга для физического лица. И как раз вот хочется донести до граждан, что если ваши долги становятся непосильными для вас, обращайтесь сразу и не затягивайте этот вопрос. Как может помочь, вот конкретно, если говорить, банкротство физических лиц? Первое и основное, это, конечно, избавиться от своих долгов, которые человек уже не может оплачивать. Также избавиться от постоянных звонков коллекторов. То есть, честно скажу, очень много примеров, когда людей доводят до инсультов, инфарктов. Вот это постоянное переживание о том, что они должны, вот эти беспокойства их, их родственников. Вот, от этого тоже сразу избавляется. Избавляется от взыскания, если уже долг просужен, да, и исполнительное производство приставов. Вот, а также возможна реструктуризация долга, где мы уберем проценты, да, и обозначим график платежей, человек спокойно будет выплачивать. Да, то есть, вот такие варианты. Какие долги списать можно по закону, а какие нельзя? Списать можно практически все долги, кроме алиментов, считаю, это очень правильно. Да, то есть, да, честно скажу, когда обращаются клиенты с вопросом, можно ли списать алименты, даже дальше не хочется продолжать диалог с таким клиентом. Вот, а субсидиарная ответственность у нас не списывается, и также возмещение вреда здоровью. Выгода ли есть от данного процесса, и вот какова процедура самого банкротства? Ну, выгода, безусловно, есть, да, то есть, человек полностью избавляется от своих долгов, он проходит процедуру, выносится определение, да, все обнуляется у кредитной истории, он ее может, в принципе, начать заново, да, ну, банкротство единственное, что можно проходить раз в пять лет, да, ну, соответственно, все, заново начинают строить свою кредитную историю, также у нас есть клиенты, которые после банкротства брали ипотеку, да, плюс это без проблем, вот, ну, и начинают спокойно жить главное, то есть, понимаете, очень же много людей, кто приходит к нам, они взяли эти кредиты, потому что они были уверены в своей зарплате, да, но в рамках экономической ситуации все поменялось, да, и зарплата упала в два раза, может быть, человек остался без работы, да, но в любом случае, он ее найдет и уже будет жить спокойно, но не будет отдавать всю свою зарплату. Если говорить все-таки о процедуре, то что необходимо сделать? Первое, второе, третье? Ну, в первую очередь необходимо проанализировать ситуацию, которая сложилась у гражданина, подходит он под процедуру, не подходит под процедуру, да, для этого, как бы, и наши специалисты работают, в первую очередь человек приходит к нам на консультацию, консультация абсолютно бесплатная, да, и мы полностью изучаем его ситуацию. Вот, и далее уже принимается решение. Когда мы начинаем уже работать, подготавливается финансово-правовой анализ, то есть смотрим, какая у него долговая нагрузка, порой люди просто даже не помнят, что у них есть еще один кредит, да, соответственно, запрашивается история кредитная. То есть мы уже все видим, подготавливаем финансово-правовой анализ, далее все, работаем, собираем все необходимые документы, заявления в арбитражный суд, ну, и далее уже судебный этап. Ну, в итоге мы приходим в любом случае к определению о том, что все долги списаны с гражданина. Можно ли сохранить ипотечную квартиру, если человек, ну, будучи в этом долге, скажем так, ну, это фактически так, да, это долг банку, можно ли сохранить квартиру, которая в ипотеке, тогда, когда ты подаешь документы о банкротстве? Да, недавно вышло разъяснение Верховного суда, сейчас меняется законодательство, и уже сейчас можно, да, проходить процедуру банкротства и сохранять ипотечное жилье, но это должно быть единственное жилье. Вот, на самом деле очень много людей ранее не пошли на процедуру, и загнали себя в долги там, в микрофинансовые организации, да, в эту бесконечную кабалу, именно из-за того, что не хотели потерять ипотечное жилье, потому что, ну, по большому счету, им больше негде было жить. Вот, на данный момент это все реально, поэтому у нас уже есть такие клиенты, и если вот у людей именно был страх по ипотеке, мы ждем таких клиентов у нас, да, чтобы им все рассказать, разъяснить и проанализировать их ситуацию. Ну, вот все, о чем мы говорим, значит ли это, что практически у каждого человека, кто оказался, ну, в так называемой долговой яме, вот непростой финансовой ситуации, есть действительно выход? Да, да, у каждого есть выход, это все на основании закона, да, то есть многие думают, что это что-то не совсем легальное и так далее. Нет, у каждого по закону есть выход из своей долговой нагрузки, да, которая стала непосильной. И, соответственно, здесь я еще раз хочу призвать граждан не затягивать, то есть не пытаться там перезанять, там в микрофинансы с огромными процентами залезть, нет. Вы понимаете, когда что у вас через две недели, через месяц уже не будет денег заплатить по вашим кредитам, приходите к нам на консультацию, мы проанализируем вашу ситуацию и расскажем, как вам решить вашу проблему. Где вас найти и как, в принципе, к вам, куда звонить, как обращаться? Ну, телефон будет указан на экране, да, находимся мы на проспекте Советском, 33, вот. Можно без записи прийти, можно записаться по телефону на консультацию на определенное время. То есть мы готовы помочь каждому. Дмитрий, спасибо большое. Это была рубрика «Актуальное интервью». До встречи в эфире.